Альфа-банк? Альфа-банк! Только руки поднимите, пожалуйста. Кто считает, что Альфа-банк самый сильный бренд? Самый сильный бренд. Раз-два. Давайте узнаем, есть ли сотрудники других банков? Да, только да. По вам связь надо видеть. Если вы здесь не знаете банк, вообще первый вопрос. Правильный вопрос. Учим, какой бренд номер два. ВТБ. ВТБ. Раз. За свои банки не голосовать. Я молчу. Сбербанк. Сбербанк. Давайте, в принципе, мы за вас сделали эту работу. Но это основной локомотив. Мы сделали опрос среди брендинговых агентств. И результаты у нас пришлись 9 голосов на Альфа-банк. Сбербанк. Там про любовь бренда хорошо написано было. В общем, да, у нас Альфа-банк. И Сбербанк заняли лидирующие позиции. Открытие диньков. Значит, хотел бы сказать о чем. Что бренд, во-первых, это не название, это не торговая марка, это не логотип, это не слоган, это не продукт и не упаковка. Это все атрибуты бренда, но это не является по сути брендом. Что тогда бренд? Бренд, в нашем понимании, все-таки это, в первую очередь, ваше отношение с вашими клиентами и отношение ваших клиентов к вам. Это опыт взаимодействия. Вот, собственно, Experience Design этим и занимается. То есть, какой опыт мы выстраиваем с нашими потребителями. Это эмоции, потому что брендинг не может быть без эмоций. И банкам, как раз, как сегодня уже говорили, нужно больше и больше внедрять и дружить со своими клиентами. И, в конце концов, это уникальное целостное ощущение, которое еще конвертируется в хорошую стоимость. Собственно, и бренд равно ощущение, это основа нашего продукта, состоит, по сути, оно из двух фаз. Это опыт взаимодействия, когда вы что-то обещаете, ваш бренд что-то обещает вашим потребителям. Но обещанием не задерживается собственное действие. Обещание не значит жениться. Да, обещание не значит жениться. И, собственно, дальше идет фаза подтверждения. И, по сути, на этой же истории строится и определенная последовательность работы по созданию и внедрению бренда. Стратегия, исследование стратегии идентификации, коммуникации. Как правило, многие брендинговые агентства заканчивают на этапе идентификации, максимум на коммуникации. Там уже включается рекламное агентство. Но, с точки зрения потребителя, он только-только начинает что-то узнавать о вашем бренде или уже слышит новое обещание. Дальше он включается в процесс. И дальше, куда он приходит? В какое пространство? Это, собственно, ощущение вашего бренда. Как его обслужили? Что он увидел? Что он услышал? Какие люди, собственно, с ним говорят? Как они выглядят? И вплоть до того, как вовлекается он в процесс каких-то мероприятий, внутри события и во мне. Соответственно, когда потребитель, ваш клиент проходит этот цикл взаимодействия с вашим брендом, когда обещание равно подтверждению, у него сразу повышается эмоциональное обвлечение в ваш бренд. И что, на самом деле, в нашем случае это большая редкость. Собственно, к слову обещание. Я бы хотел задать очень большой вопрос. Собственно, что обещает наша пятерка лидеров? Давайте начнем с Альфа. Что нам обещает Альфа-банк? Альфа-банка нету? Альфа-банк для бизнеса обещает качественные услуги. Качественные услуги? Качество. Ну, качество все обещают. Все говорят про качество. Альфа-бизнес ассоциируется. Первая ассоциация. Альфа-бизнес. И кредиты на бизнес. А вам что он обещает? Какой он для вас? Современный. Современный? Современный, хорошо. Все, вариантов нет? Пишут они себе, что это просто удобно. И на сайте они об этом заявляют. Хотя мы к этому еще вернемся. Сбербанк. Хотя мы допытались до работницы Сбербанка. Ну, какой? Ну, чем вы лучше Альфа-банка? Мы надежны. Надежны мы. Хорошо, надежны. Возможно, это реальное обещание, которое мы должны сообщать. На самом деле, я извините, добавлю. Буквально недавно делали большое исследование российское. Цель на Сбербанк самый надежный, именно за счет зрения потребителей, самый надежный банк. Да. То есть, надежность и максимальный критерий, по которым вы выбираете. Это то, что по факту и существует в головах. Но заявляем мы другую. Соответственно, здесь можно как раз набрать усилие то, что есть. На самом деле, по фразе «всегда рядом», где надежность идет? Ну, не знаю, не знаю. Я всегда приду тебе на помощь, я всегда рядом, я твой друг. Не, надежность присутствует. Ну, мы с тобой можем, где всегда рядом, мы сходим на дискотеку. Сейчас же у мегафонов, они не всегда рядом, они по-настоящему. Я могу сказать, что как раз люди на опросах и на фокус-группах в банковских дополняют, что я дополняю, они именно транслируют «всегда рядом», так как сейчас сказал Денис. Ну вот, по крайней мере, по тем исследованиям, которые мы проводили. Пойдешь. Давайте дальше. Окей. Но мы еще компенсируем время за вас. Открытие. Открытость. Открытость. Окей. А что значит открытость? То есть легко войти, да? Лояльность. Лояльность. Открытие для чего-то нового. Новое. Новые какие-то возможности. Новые возможности. Хорошо, в жизни всегда есть место открытия. Но с другой стороны, что это такое? О чем? О чем? Ну, хорошо. То есть я могу в путешествие съездить, там 7, можно сказать, можно открыть. А вот о чем открытие в банке, я пока... Просто, Юр, у тебя немножко подмена понятий происходит, что ты слоганы, то есть ты спрашиваешь обещания, а подаешь слоганы. Мы еще на коммуникацию посмотрим дальше. Ну, по сути, по сути, в слоганах и... В слоганах и... Брэйн, брэйн ринг. Не, ну а зачем тогда слоганы? Брэйн ринг. Окей. Если они ничего не сообщают, просто как красивое слово, которое там... То есть это же должно какое-то сообщение нам выходить. Тинькофф. Мобильный доступ. Такой один. Один.